Новое видео выходит каждый день в 20.00 Пока я отсутствовал, Брулёв ответил на ролик при себя. Давайте же все вместе это посмотрим и насладимся тем, что он там сказал. Итак, друзья, доброе утро. Мне тут скинули видос. Зэдэн Симён сделал десятое разоблачение на меня на час и восемнадцать минут. Ты чё, вообще делать нехуй, что ли, дурач? Ставь лайк, если тоже смотришь разоблачение на себя без звука и с музыкой. Бля, я просто не знаю, как он так смотрит. Он, наверное, смотрит такое и додумывает, что я могу сказать под вот это вот геймплей или под вот это вот видео. Я не знаю. Брулёв, бля, ну в самом деле не позорься, но научи, ну как смотреть ролики-то, блядь, на себя без звука, блядь, с музыкой играющей. Ты чё, ты долбоёб? Я уже предчувствовал, как он вот в этой вот истории хотел сказать, не позорься, бля, но на этот раз, вы знаете, он сказал, типа, тебе чё, вообще делать нехуй? Ярослав Брулёв, аналогичный вопрос тебе. Тебе чё, вообще делать нехуй? Как выпускать свои, там, псевдоновости, где ты либо стоишь на однородном фоне, либо, блядь, стоишь на фоне обрезанного телевизора, блядь, просто эстетика кадра, блядь, вся нарушается. В общем, просто стоять там, либо на однородном фоне, изредка вытаскивая какие-то картинки без особой анимации, либо там ещё чё-то, я, блядь, не знаю. Заняться мне нечем, да, блядь, если бы мне было нечем заняться, я бы, не знаю, я бы сделал что-то другое, но это просто пиздец. Я выпустил настолько охуительный видеоролик, который, в принципе, превосходит все вместе взятые ролики на канале Брулёва. Там и проработанный сюжет, блядь, и соотношение сторон 21 на 9, то есть киношное соотношение сторон, этот ролик, он будет комфортно смотреться на абсолютно всех девайсах, что там на телефоне, что там на каком-нибудь широкоформатном мониторе или там на широкоформатном телевизоре, то есть всё будет достаточно комфортно смотреться и всё будет классно. Я настолько сильно всё проработал, возможно, там есть какие-то маленькие дыры в сюжете, недосказанности и так далее, но тут нужно самому проводить некоторые аналогии и всё такое делать. А вообще, вы знаете, я даже знаю, почему он ответил. Видите, вот давайте посмотрим сейчас вот этот вот момент из сам обзора, вот нового там второго сезона и так далее. И если он смотрит этот обзор в первый раз у себя на стриме, то, скорее всего, такая реакция была уже неоднократна. А если он смотрит это на стриме и такой реакции на удивление не было, он сидел достаточно спокойно, это значит, что он заранее отсмотрел обзор без стрима. А в начале просмотра на стриме сказал, что я смотрю этот обзор в первый раз, ну, вы знаете. А если же реакции не последовало абсолютно никакой, то есть обзор был полностью проигнорирован во всех социальных сетях, в том числе там YouTube, Instagram, ну, я думаю, вы знаете, то ему просто банально нечего сказать. Значит, я попал в самое сердце. Как вы могли понять, тут я говорю о том, что если он никак не прокомментирует это ни в одной из своих соцсетей, значит, я был прав по поводу всего этого. А Брулев, в принципе, это прокомментировал, и он думал, что если он просто скажет какую-то хуйню, значит, типа, оправдался и всё такое. Нет, нет, я обвинил его в достаточно большом количестве вещей, как, допустим, то, что он хотел буквально там, я не знаю, съесть Brothers and Company, потому что хотел набрать очень много просмотров, разоблачил своего же друга, блядь, просто пиздец. Там столько было претензий к нему, столько всего, ну зачем это? Зачем это делать? Зачем там, знаете ли, говорить, типа, не позорься и так далее? Ведь можно же просто записать историю в Инстаграме, где он такой, типа, скажет, ебать, и чё, вообще делать нехуй, или чё, это чё-то новое, блядь. Ну, конечно, мне же делать-то нехуй, поэтому я часовые ролики записываю, да, да. И, блядь, у тебя, видимо, вообще, блядь, весь канал сделан, потому что тебе вообще было нехуй делать, да? Блядь, ты чисто такой, там, садился, хоп, там, как установить GTA San Andreas, там, хоп, так, 200, там, или сколько там, 300 тысяч просмотров, хоп, садится, такой, там, о, дай-ка я аккаунт куплю, мне же делать-то нехуй, или, там, знаете, он садится, там, ещё чё-нибудь делает, там, попробуй не засмеяться челлендж, хули, мне же делать-то нехуй, бля, на пиздец, я не знаю, Павелев, бля, ну, конечно, я ролики записываю, вот, каждый день выпускаю в 20.0, конечно, мне же делать-то нехуй, бля, ну, так ко всему чему угодно, можно сказать, пиздец, бля. Там, человек, фильм снял, ну, конечно, ему делать-то нехуй, хули, бля, бля, просто, Брулёв, это человек-легенда, каждый своей новой фразы, он позорит себя и создаёт какой-то новый мем, конечно, ему же делать-то нехуй, бля, чё, сидит, мемы генерирует, или вы там, знаете, бля, человек, я не знаю, Нобелевскую премию, получается, конечно, ему же делать-то нехуй, бля, ну, чё, бля, я не знаю, Брулёв, это, бля, уникальнейший человек, он, понимаете, он может ролик на себя без звука смотреть с включённой музыкой, бля, и говорить, тебе чё вообще делать-то нехуй, бля, я не, это уникальнейший человек, бля, это, это просто охуеть, столько претензий, столько всего, факты, доводы, аргументы, бля, ещё всё прочее, бля, какие-никакие доказательства, там, какой-то троллинг и так далее, бля, тебе чё вообще делать-то нехуй, просто, бля, казалось бы, 15-секундная история, что нужно, бля, такого сделать, чтобы в ней-то, бля, обосраться, ну, что, вот, как можно обосраться в 15-секундах, бля, но Брулёв даже в этом смог обосраться, это, это просто пиздец, бля, конечно, бля, ему же делать-то нехуй, я просто, я не знаю, бля, не позорься, тебе же делать-то нехуй, бля, вот, можно, я не знаю, я надеюсь, что он скоро составит какое-нибудь целое, там, я не знаю, целый рассказ из своих коронных фраз, там, не позорься, тебе же делать-то нехуй, или, там, я не знаю, тебе же делать-то нехуй, бля, не позорься, Ну чё ты, бля, я просто не знаю, Брулёв, ну ты чё, серьёзно тут, я просто, я угораю над этим человеком, я уж просто не могу, чуваки, ну это серьёзно, он действительно настолько тупой, либо он притворяется, либо он серьёзно подумал, что если он скажет любую хуйню, то это типа отмазался и типа я сказал полную хуйню в том ролике, это так не работает. Ещё, опять же, упомянул количество видеороликов, которые я уже на него заснял, да блядь, хоть я 100 роликов засниму на тебя, как это отменит тот факт, что ты ебаная гнида, который сбагрил своего дружка, который всячески хотел, блядь, убрать Brothers and Company с Ютуба, который натравил на Brothers and Company весь, блядь, самп Ютуб, что его до сих пор попрекают за эту хуйню. Ну, просто, как ты это-то оправдаешь, блядь, ну и что там, блядь, 10 ролик, 15, да 20, да хоть сколько, блядь, роликов, ну ты чё, блядь, серьёзно, если посчитать все упоминания, блядь, меня у тебя, то можно так же сказать, ебань, Брулёв, ну чё такое, пиздец, это уникальнейший человек, это просто, это человек кадр, блядь, какой, я просто, я, блядь, не знаю, чё, чуваки, блядь, ну что это такое, я просто, я даже не могу поверить, что человек может быть настолько тупым, Я, я, я просто, блядь, я не верю в эту хуйню, я думал, бля, он записал эту историю, он там ровнет, наверное, в какую-нибудь следующую историю, он, наверное, пояснит за вот все эти свои действия там, или на стриме посмотрит, или ещё что-то такое, но ему нечего сказать, я его разобрал буквально по полочкам, буквально всё его поведение, всё, блядь, ему делать нечего, его шаблон поведения сломан, блядь, будет кривляться, значит, сводит тему, значит, ему сказать нечего, будет говорить хуйню, эту хуйню можно легко опровергнуть, он в тупике, всё, я его убил, я его загнал, блядь, всё, Всё, блядь. Он просто умер в единственное, что он может сказать. Блядь, тебе чё вообще делать не хуй? Типа, я просто не знаю. Бля, Брулёв, тебе чё вообще делать не хуй? Ну, канал удали, бля. Ну чё, я не знаю. Не позорься реально, канал удали, бля. Ну, просто это такое говнище, бля. Ты занимаешь сервера Ютуба вот этим вот всем своим говном. По итогу я никакой пользы, никакого профита не приносишь. Это омерзительно. Брулёв, бля, удали канал. Это просто пиздец, Брулёв, бля. Ой. В общем, ладно, я думал, ролик получится минуты там на три, на четыре. По итогу получился, бля, на много, на много. До десяти минут, конечно же, не дотянул хронометраж. Да я и, в общем-то, тут не хотел. Я просто хотел сказать, что Брулёв в очередной раз обосрался. Хотел, так сказать, обосрать меня, но забыл снять штаны, блядь. Посрал в штаны, не сняв ботинок, бля. Я не знаю, это восхитительный человек, бля. Это просто человек долбоёб. Ну вот просто долбо... Бля, у него столько коронных фраз. Я не знаю, Брулёв, это реально. Это Самповский Николай Соболев. Николай Соболев всё, что высирает из своего рта, это всё моментально становится мемом. Как, допустим, я такой человек, вы меня не знаете, не имеете никакого права меня судить. Типа, и вот Брулёв так же, там, не позорься, человек просто долбоёб, ну просто долбоёб, блядь. Вот это вот его, знаете, уровень качества, который он не говорит никогда, в чём он кроется. Потому что, наверное, его тогда превзойдут, блядь. Ну я просто, я не знаю, чуваки, бля. Это пиздец. Это в самом деле пиздец. Про подлизу, бля, ладно бы там чё-то он опроверг хотя бы сказал. Да не, бля, я никому не подлизываю. А Brothers and Company, он сам по себе хуесос. На рекламу я никого не кидал, бля, у меня вообще на кидание рекламы болезнь, как бы. Я не могу такое ничего делать. Вот, как бы. И всё такое. Ну, блядь, и всё. Я не знаю, блядь. Тут можно было хоть как. Вот там 15 секунд можно записать видеоисторию, блядь, в Инстаграме. Тут можно было, блядь, всё опровергнуть хоть как-то, блядь. Ну, вместо этого, блядь, тебе чё вообще делать, не оху? Вот это вот его, блядь, коронное. Я не знаю, блядь. Это всё. То есть, Брулёв похоронен. Больше про него, про его шлюху, Олесю, пожалуйста, ни слова. Как он уже говорил, как я сейчас вам скажу. Про него больше ни слова. То есть, он как Олесю у него там вот. И так далее. Если он, опять же, выкинет какую-то хуйню, я молчать об этом не стану. Какую-то серьёзную хуйню он выкинет, я молчать об этом не стану. А так, Брулёв, в принципе, похоронен. Он, в принципе, умер. Ждём следующего самп-обзора. Я его, думаю, выпустить на 31 декабря. Думаю, что там получится как-то более-менее нормально, или хорошо, или так далее. Предыдущий обзор на Брулёва вам очень понравился. Поэтому мне очень понравился ваш фидбэк. Мне очень всё понравилось. Поэтому, в принципе, буду продолжать для вас стараться всё вот это вот делать. Опять же, и так же хотел бы выразить, там, мало ли кто-то не считает мою стену ВКонтакте и всё такое. Хотел бы выразить благодарность за интро и аутро от 88Dsigan. Сделали охуительно, сделали быстро, сделали в срок. И всё, как мне надо. Я просто написал то, как я это всё видел. Сделали вот точно так же, как просто я видел. Поэтому ссылочку, если не забуду, оставлю в описании, там, где-то в прикреплённом комментарии, или ещё где. В общем, найдёте. Найдёте, я думаю. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Как говорится, не позорьтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ибо вам, ну чё вам же делать-то всё равно нехуй, типа. Ой, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok